Всем большой привет! Меня зовут Наталина, и сегодня у меня видеотег. Это видеотег с англоговорящего ютуба, его автор Мэл Томпсон, я оставлю ссылку на ее видео внизу. Он на самом деле появился больше года назад, но до сих пор англоговорящие ютуберы его делают, и я решила, я не знаю, может быть он уже был на русскоговорящем ютубе, я не искала, но в любом случае, короче говоря, я его делаю, и тех, кого я номинирую, тоже сделать этот тег, потому что будет очень-очень интересно, я отмечу в инфобоксе внизу. Посмотрите всех этих авторов каналов ютуба, подпишитесь на них на все, если вас заинтересует их контент, и сегодняшний с вами наш тег называется «Правдивый ютубер», и я думаю, что, наверное, каждый ютубер говорит и просто в грудь себя бьет кулаком о том, что я единственный говорю вам правду, и только мне можно верить, и так далее, но мне кажется, у зрителей все равно остается некоторое иногда недоверие к блогерам, но в любом случае, посмотрим, узнаете ли вы что-то новое обо мне из этого тега, либо, может быть, вы все обо мне знали. Вопросы здесь написаны на английском, я их потом переведу в нормальном виде и добавлю в инфобокс, возможно, я сейчас буду как-то криво говорить, переводить. В общем, вопрос номер один звучит так. Так, было ли такое когда-нибудь, чтобы вы получили продукт, попробовали его, он вам не понравился, и вы решили не снимать на него обзор? На самом деле, когда мне присылают пиар-продукты, то это никогда не значит, что я обязательно сниму на это обзор. Большое-большое количество продуктов, которые мне приходят, я не снимаю обзор, не только потому, что мне это не понравилось, потому что, может быть, мне это не очень интересно, либо я добавляю это в какие-то первые впечатления, как правило, я стараюсь максимум продуктов первый раз протестировать в первом впечатлении, и те, которые мне нравятся сразу, я их продолжаю тестировать дальше, те, которые не нравятся, я еще один-два раза пробую, и если точно нет, то я как бы это куда-то откладываю и каким-то образом сообщаю это видео. Для того, чтобы не затуманивать свой разум лишней какой-то информацией, я стараюсь продукты именно первый раз по максимуму запихнуть в видео все лицо первых впечатлений, и это очень крутой формат, потому что, на самом деле, должна вам сказать, что это очень редко бывает, что у меня мнение меняется после первого использования. Это вот из 10, ну даже из 30 продуктов, наверное, на один у меня может измениться мнение, а остальные продукты, как правило, мне все понятно с первого впечатления, но у меня не было такого, чтобы, например, мне пришло что-то от бренда, я это попробовала, мне не понравилось, и я решила не снимать на это обзор, чтобы не портить отношения с брендом. Вот такого точно у меня не было. Вы можете посмотреть любой бренд, который когда-либо мне прислал пиар, либо с кем мы сотрудничали на коммерческой основе, и на любой из этих брендов вы парочку каких-то продуктов точно найдете, на которые у меня были отрицательные обзоры, потому что я стараюсь сотрудничать с теми, кто априори в адекватном состоянии находится, и кто понимает, что нету ни одного такого бренда на рынке, у которого идеальное будет просто все. Следующий вопрос. Продукты, которые ты используешь дома, ну сама по себе, но не показываешь их онлайн? Поскольку у меня эксклюзивный контракт с Золотым Яблоком, то там есть перечень некоторых продуктов, которые, как правило, на эксклюзивной основе представлены в других торговых сетях, с которыми я не могу делать какой-то спонсированный контент, и также я стараюсь их не упоминать онлайн. Например, самый, наверное, популярный продукт, про который меня все время спрашивают, чем же я пользуюсь, каким же жидким бронзером, это NARS. Я надеюсь, меня никто за это не убьет, но жидких бронзеров на самом деле много, просто у этого бронзера мне подошел оттенок, и я им пользуюсь практически постоянно, потому что в какой-то момент, там, некоторое время назад, я подсела на автозагары, и стараюсь вот сейчас у меня автозагар, наверное, в такой легкий один слой нанесен. Вот это вот, наверное, на руках плюс-минус мой естественный цвет, потому что, видите, у меня загар сходит к кистям, потому что, конечно, автозагар на кистях смотрится омерзительно. Продукт, который ты хочешь, но не будешь его покупать, потому что ты не поддерживаешь бренд. У меня было целое видео про скандальные бренды, и про бренды, которые, в частности, я не хочу покупать и не хочу поддерживать. На самом деле, косметику от бренда Krygina Cosmetics я бы с удовольствием покупала, если бы они все-таки как-то принесли извинения именно за насмешки над тестами на животных. Я считаю, что это было бы правильно, и я бы хотела бы покупать, потому что я вижу в этих продуктах потенциал, я вижу в них идею, особенно для более креативных макияжей, для ярких каких-то макияжей. Но, кстати, есть бренд Depixim, у которого вышел аналогичный продукт около года, наверное, назад. Я заказала линейку, мы тоже с вами будем в ближайшее время тестировать. Он стоит примерно столько же, сколько конкретно, но только там продукта, по-моему, в два раза побольше. Ну, в общем-то, вот, то есть здесь меня от пробования и показывания этих продуктов на камеру удерживает некорректное поведение. Но, опять же, я считаю, что если люди совершают какую-то ошибку, и потом ее осознают и как-то извиняются, и что-то делают для нейтрализации, скажем так, урона, нанесенного своими действиями, то, в принципе, можно двигаться дальше. Я знаю, что та же Лена Крыгина, она после этого скандала помогала. Юна, по-моему, центр называется «Помощь бездомным животным». И это очень здорово. И кота она вроде взяла тоже из приюта. Безусловно, на эти вещи можно посмотреть, как попытку такую маркетинговую восстановить репутацию. Но, с другой стороны, я думаю, что если речь идет о помощи бездомным животным, в трудной жизненной ситуации, то для меня, на самом деле, без разницы, из каких побуждений человек это делает. Главное, что это происходит, главное, что к этому привлекаются дополнительные люди. Поэтому, возможно, эти действия и могут нейтрализовать тот ущерб, который был нанесен, грубо говоря. Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, внизу, работает ли здесь принцип нейтрализации. Давайте подумаем об этом вместе, потому что этические вопросы, они всегда достаточно сложные. Следующий вопрос. Есть ли у тебя какие-то заблокированные слова на канале? Если вы не знаете, то на YouTube можно поставить фильтр по словам, которые, ну, комментарии с которыми не допускаются. Они отправляются на проверку. У меня заблокированы всякие слова с матом, с оскорбительными словами. И я всегда захожу, я все равно эти комментарии все читаю, я их все вижу. И из папки спам, если это не мне написано, что я там орган на букву П или там на букву Х, если это просто в формате комментария написано, да, ну, просто вот как фигура речи, грубо говоря, или как знак припинания, то я эти комментарии одобряю. Если меня называют половым органом на букву П, то это я, как правило, удаляю и не допускаю в общий просмотр, потому что для меня очень важна атмосфера в нашем с вами виртуальном... Я не скажу, что это прям дом, но это точно какое-то место наших с вами коллективных собраний, и мне хочется, чтобы здесь было чисто и комфортно, тепло, а в жару прохладно. Всем, кто заходит пообщаться в комментарии. Я думаю, вы знаете, что это очень смешно, когда я читаю комментарии, у меня видео выходят в 6.45 утра или там в 7 утра, как правило, иногда в 3 часа дня, ну, в общем, когда они выходят рано утром, и кто-то пишет, боже, Наталина, как же так встаешь, и просто какой-нибудь следующий комментарий, что сейчас, подождите, будет час дня, Наталина проснется и пролайкает все комментарии. И да, именно так оно и есть. Мне очень прикольно это читать и понимать, что вы настолько уже меня хорошо знаете, и поэтому, если вы видите лайки или ответы на комментариях, то это, естественно, делаю все я сама. Следующий вопрос. Удаляешь ли ты комментарии? Если да, то почему? Да, я удаляю комментарии, которые меня оскорбляют, которые высказывают негативное мнение, которое я не просила, неадекватные комментарии. Удаляю комментарии также, которые ставят в какое-то неудобное положение мои отношения с другими блогерами. То есть, когда вы мне пишете что-нибудь, например, что «Ой, Наталина, ты такая классная, не то, что там тот-то», либо «Ой, а ты вообще половой орган на букву «П», а вот тот-то типа очень классный». И я стараюсь не допускать весь негатив, который касается людей, а не предмета, который мы обсуждаем. Я его, конечно же, удаляю и считаю это правильным. Безусловно, я за свободу слова, но свобода слова – это тогда, когда вы на своей странице, в своем пространстве говорите абсолютно все, что вы думаете, что я половой орган на букву «П», и вместо мозга у меня половой орган на букву «Х» и так далее. Я не пойду к вам на страницу и не буду писать, что «Ах ты, сволочь такая, удаляй!» этого не будет. Но если вы приходите ко мне на страницу, то на моей странице работают мои правила, и ваша свобода слова заканчивается там, где начинается моя свобода, и моя свобода начинается в моих соцсетях. Наверное, самое главное в плане моей самомодерации и то, чего я жду от других людей, это то, чтобы мне писали то, что люди свободно смогли бы сказать, сидя напротив меня, глядя в его глаза, то есть, что они смогли бы мне сказать в лицо. Я думаю, что этот критерий по поводу адекватности комментариев является ключевым, потому что я не из тех людей, которые воспринимают, что «Ой, это интернет, там можно все, а здесь вот реальная жизнь, здесь ничего нельзя». Я стараюсь балансировать и тут, и там, и не делать, не говорить таких вещей, за которые мне будет потом как-то стыдно и неудобно. Естественно, иногда я что-то такое делаю, но я стараюсь как бы это осознать и принять, и простить, и принести свои извинения, если вдруг я что-то сделала не так. Следующий вопрос. Блокируешь ли ты людей? Да, конечно, я блокирую людей. Как правило, комментарии, которые вот идут с негативом, с негативом настраивания меня против кого-то, кого-то против меня. С сильным негативом я имею в виду, что если мы обсуждаем с вами помаду и вы пишете, что это говно собачье, я не буду вас блокировать, я не буду это уделять, тем более, если это на самом деле говно собачье. Но если вы пишете, что мое лицо, мои волосы, моя вся жизнь и вообще все, что меня окружает, это говно собачье, тогда я, конечно, это удалю и заблокирую людей. Потому что если человек написал один раз такой комментарий, то он не остановится. Он потом напишет еще и еще, и подобное притягивает подобное. Если будет один, второй, пятый, десятый комментарий, то потом люди, даже которые пришли с добрыми какими-то намерениями, они как от яда этим заражаются и тоже могут начать негативить. Даже пусть не в этом, пусть даже не в этих комментариях, но просто мне кажется, что это отравляет умы людей, количество негатива. И нету такого, что ты его выплеснул и дальше пошел. Это как будто еще больше в тебе ярости и ненависти распаляет. И я это всегда замечаю, потому что очень многие, согласитесь, смотрят видео и параллельно листают, читают комментарии. Когда ты читаешь какой-то негатив, особенно направленный на там блогера, на его внешность, на еще что-то, конечно, есть некоторые блогеры, которые на этом хейте выстраивают свою популярность, но это не мой путь, поэтому я на каждый вопрос буду по 15 минут отвечать. Мне есть вопрос. Ну, в общем, да, я блокирую людей и просто избавляю и очищаю это пространство не только для себя, но и для тех, кто будет читать эти комментарии, то есть для нас всех. То есть я хочу, чтобы в нашем доме муашных собраний было чисто, а не, простите, насрано. Ты когда-нибудь врала про продукт для того, чтобы остаться в хороших отношениях с брендом? Мне кажется, наверное, нету особо блогеров, тем более которых уже есть аудитория, с которыми установлены такие хорошие взаимоотношения, которые будут прям откровенно врать и хвалить какую-то фигню, но я могу допустить, что у блогера, если, например, это какой-то очень там классный бренд или это спонсированное, например, видео, то ты можешь, или ты очень хорошо расположен изначально к бренду, то ты будешь в нем искать изначально какой-то позитив. И у каждого продукта, даже у самого ужасного, в принципе, может быть что-то в этом продукте хорошее. Есть также и люди, и блогеры, которые изначально во всем ищут что-то хорошее, и даже если у какого-то средства три достоинства и пятьсот недостатков, они скажут сначала про достоинства, потом про недостатки, чуть-чуть закончат достоинствами, и в целом будет, ну, как бы, такой более-менее положительный обзор. Безусловно, у меня были продукты, в которых, мне кажется, я видела больше позитива, нежели негатива. И на самом деле многие думают, что это происходит с крупными блогерами, что крупные блогеры не хотят там ни с кем ссориться. Я бы не сказала. Я смотрела видео от Софии Шохет, она из Британии, она очень такая роскошная, беспечная женщина, она лакшери-блогер, скажем так, то есть она снимает про сумки, про все остальное, и она работает всю жизнь в маркетинге, и она сейчас у нее с мужем компания огромная по маркетингу, там, видимо, все очень хорошо, особенно если обратить внимание на количество сумок и количество каратов в бриллиантах. И она затронула тему того, что, как вы относитесь к тому, когда блогерам присылают в подарок в дорогие сумки. И, в общем, там была большая дискуссия, и потом она снимала видео, и она говорила о том, что на самом деле для бренда намного дешевле прислать подарки, а уж в косметике, тем более, что им намного проще прислать средства, и даже иногда доплатить блогеру, чтобы он их показывал, нежели устраивать большую там регламную кампанию с телевидением, там, с журналами, то есть это вообще несовместимо, то есть то, что они отправляют блогерам, для брендов, это копейки, даже если это сумка за, там, 5000 долларов условно. И она сказала такой момент, и я его переложила, я сейчас скажу одну вещь, и я хочу сказать, что я ее только относительно себя пыталась вспомнить, и, в принципе, я, наверное, готова с этим согласиться, то, что, когда ты небольшой начинающий блогер, тебе очень важна поддержка брендов, потому что без отношений с брендами, прям сильно развить свой канал, будет достаточно сложно, либо нужны прям очень большие материальные вложения. Когда я развивала свой канал, у меня вообще не было на этом фокуса, я вообще не понимала, как это все работает, как, чего, какие-то пиар-рассылки, я вообще не знала, что это существует, и меня дико бесило то, что у некоторых блогеров я видела прям откровенную прямую рекламу, и они это не отмечали, и поэтому я очень страстно всегда говорила, что нет, 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 я не буду ничего делать, я не буду там сотрудничать с брендами, и вот этот гонор, он, мне кажется, есть у каждого начинающего блогера, когда блогер такой, нет, это не я, это не я, это не моя история, и потом ты понимаешь, что это не насилие над собой, когда ты работаешь с брендом, это добрые партнерские отношения, нет, это может быть и взаимная ненависть, все что угодно может быть, но я, конечно же, я вот говорила в каком-то своем эфире, конечно же, когда мне прислали первую пиар-рассылку маленькому блогеру, который вот сидел, говорил, что мне ничего не надо, и в принципе я, ну, наверное, достаток у меня был на тот момент там чуть выше среднего, я могла себе позволить купить, в принципе, все, что я хотела, и поэтому, я думаю, те, кто с начала канала видит, что у меня было очень много косметики, разные на канале, просто там как минимум три раза в неделю видео выходили, но, конечно, когда мне прислал бренд, я как сейчас помню, что это был бренд Рише, прислали мне первую посылку, у меня было 15 тысяч подписчиков, конечно, я фигурально выражаясь, обоссала штаны от счастья, от того, что бренд захотел со мной работать, то, что меня увидели как блогера, и когда вот тебе нужно какие-то вот эти устраивать отношения, ты только вот вступаешь в этот мир, и пока не до конца как-то понимаешь, как оно работает, не до конца понимаешь, то есть бренды, они не являются нашими врагами, они не являются врагами блогеров, они не являются врагами наших подписчиков и зрителей, бренды не хотят вас обманывать, им не хочется делать говеный продукт специально и продавать вам его за дорого, ну, если мы с вами говорим о каких-то адекватных, да, брендов, которых все-таки большинство, они действительно заинтересованы в том, чтобы блогерам понравился их продукт, чтобы он был качественный, они хотят, чтобы он понравился покупателям, потому что покупатель, который один раз купит продукт по рекомендации блогера и ему не понравится, он потом и блогеру, и бренду перестанет доверять, поэтому в этой цепочке никто абсолютно не заинтересован в том, чтобы рекламировать плохой продукт. И мое личное ощущение, что чем больше у меня аудитория, тем больше у меня ответственность перед моей аудиторией, потому что для меня очень важно проговорить, как какие-то объективные характеристики продукта, так и субъективные, потому что, например, некоторый продукт может быть объективно хороший, что я понимаю, кому он может понравиться, кому он может подойти, но я такое не люблю, я таким не пользуюсь, и я стараюсь максимально это все проговаривать. Я уже как-то просила под каким-то видео написать, если у вас были продукты, которые вы купили по моей рекомендации, они вам вообще не понравились, не подошли, напишите, пожалуйста, что это было и почему вам не понравилось. Ну и если вы что-то купили и вам понравилось, запомните, что было очень много таких комментариев, которые просто льют бальзам на мою душу, потому что обратная связь, это безумно важно, потому что у меня прям сердце начинает чаще биться, когда вы мне пишете, что вы купили какой-то продукт, который я обозревала, на котором у меня был положительный обзор, и вам безумно понравилось. В общем, напишите и то, и то, пожалуйста. Короче говоря, я чувствую, что у меня больше появляется ответственность перед моей аудиторией, и за счет этого у меня появляется намного больше независимости от каких-то сделок именно с брендами, потому что я чувствую постоянно эту ответственность, которую я с удовольствием принимаю, я понимаю, что я должна сделать все от меня зависящее, чтобы мои обзоры были максимально объективными, скажем так. Если мне какой-то бренд, например, предлагает спонсированное видео, либо просто прислать на обзор продукты, которые я знаю, что я априори не очень люблю, я могу просто принять, показать, что вот используют первое впечатление, остальные цвета я как-то разыгрываю, что-то еще с ними делаю, то есть не выкидываю, а как-то уже, ну, отдаю их, грубо говоря, тем, кому они нужнее, кому это больше может понравиться. Именно на спонсированные обзоры, на спонсированные тесты косметики я никогда не возьму продукт, который я знаю, что мне априори не нравится, что я априори просто таким форматом, например, продукта не особо пользуюсь. Следующий вопрос. Было ли у тебя когда-то такое, что ты попробовала продукт, он тебе понравился, ты сняла на него обзор, и потом ты изменила свое мнение, и больше его не использовала, и не сказала своей аудитории? У меня бывают продукты, которыми я долго-долго пользуюсь, и постоянно их показываю, а потом это как-то сходит немножечко на нет, это не значит, что я изменила свое мнение, или что я разлюбила продукт, просто когда ты работаешь обзорщиком, именно в основном косметики, через тебя проходит куча всего, и поэтому придерживаться какой-то стандартной бьюти-рутины, на самом деле, становится очень-очень сложно. Но если вдруг происходит такое, что, например, я показал этот продукт, сняла обзор, и потом мне он раз... Ну, у меня на самом деле такого не бывает, потому что я очень долго снимаю на все обзоры, очень долго все тестирую в разных условиях, чтобы максимальное количество раз это опробовать. В прошлом, мне кажется, осталось большинство этих обзоров, которые снимались там по первому впечатлению, вот это истиннее, один цвет помазал на веки такой, это классная палетка. Но если это было снято, например, первое впечатление, мне продукт в будущем не понравился, то я стараюсь в каком-то из ближайших видео сообщить об этом, либо я делаю какой-то монобрендовый обзор и говорю этот продукт, что типа вообще нет. Следующий вопрос. Блогер, кому ты не веришь? На самом деле, когда сам снимаешь видео, мне кажется, ты начинаешь смотреть видео намного-намного меньше. По именно обзорам косметики я вообще, наверное, никого не смотрю, потому что я не хочу, чтобы мое мнение о косметике, чтобы на него повлияло, ну, другое какое-то мнение, потому что у тебя все равно, даже если ты так быстренько просмотришь каким-то фоновым шумом, может чужое мнение остаться в голове. Я могу посмотреть там трэш-салона, например, креативный макияж, что-то еще такое. Должна сказать, что последние года полтора, наверное, я вообще не смотрю некий туториал, посмотрела, точнее, у нее за это время видео три. Я могу сказать, что я не доверяю этому блогеру, хоть у нее есть тоже эта система, которую я, собственно, у нее и взяла по метке значков, где пиар, где реклама, но у меня есть ощущение, что, ну, и многие об этом писали, что она просто хочет остаться в хороших отношениях со всеми брендами, что она во всем, вот она как раз ищет во всем что-то супер хорошее, что-то супер позитивное, когда этого там нет. И то есть, у нее любой продукт выходит, как будто он хороший. И вот мне это не очень нравится, поэтому я не могу доверять ее мнению. Ей даже тональный крем, вот этот от Том Форт, Никит Туториалс, которая любит себе просто нанести бетон на лицо, что он ей понравился. Ну, как бы, серьезно. Ну, короче, не очень мне это все. Блогер, которому ты больше всего доверяешь. Ох, здесь сложно сказать, потому что у меня есть блогеры, которым я доверяю, но с кем, например, у меня там расходятся мнения каким-то образом. В последние годы полтора я, наверное, не особо активно смотрю, в принципе, Beauty YouTube, чтобы оно как-то не влияло на мое мнение. Был такой блогер и есть Стефани Николь. Она одно время прям снимала много видео и действительно все прям раскладывала, все как оно есть, но она как-то ушла в бизнес, перестала, мне кажется, снимать видео. Следующий вопрос. Секретные трюки или методы нанесения косметики, которые ты не показываешь, когда снимаешь? Ну, здесь, наверное, только какие-то небольшие трюки по поправлению, например, макияжа. Кстати, это был один из эфиров в моем курсе с 6 по 12. В общем, курс пройдет с 6 по 12 июля, но я уже отвела много дополнительных эфиров и только до 6 числа, до 6 июля, до часу дня по Москве можно оплатить доступ. Потом такого курса не будет, допуск туда, пропуск нельзя будет купить, но при этом информация и все дополнительные эфиры, которые уже были, они останутся, сохранятся у вас. Поэтому это уникальное предложение. Если вы хотели, то приходите, конечно же, я оставлю ссылку на сайт, где есть полная программа. Я также снимала видео, где подробно об этом рассказывала. В общем, это курс макияж для себя, где мы с вами разберем, наверное, все-все-все основы макияжа вот только сегодня. Сейчас вообще-то 12 часов ночи, потому что я сегодня снимала и разговаривала с вами 4 часа подряд. У нас был 4-часовой дополнительный эфир, остальные тоже были достаточно долгие. Плюс в этом курсе вы получите не только гору знаний, но и также шанс выиграть призы. Наш призовой фонд, который будет разыгран в основном курсе, составляет 420 тысяч рублей. В каждом из дополнительных эфиров мы разыгрывали 3 приза по 3 500 рублей. Так что не упустите свой последний шанс принять участие в этом курсе, в таком курсе марафоне, скажем так. И я думаю, что вы сможете поднять свои умения относительно макияжа для себя на некий новый уровень. По крайней мере, я сделаю все, что от меня зависит для этого. Если вдруг вы проходите уже этот курс, то напишите, пожалуйста, небольшой отзыв в комментариях внизу. Возможно, это кому-то поможет принять решение. Так, и следующий у нас с вами вопрос. Было ли когда-то такое, чтобы ты показывала один продукт, но на самом деле наносила другой? Нет. Вообще нет. Я вообще не вижу смысла, зачем так делать. Ну, точнее, я могу догадаться, для чего это надо, чтобы какой-то фиговый продукт показывать красиво. У меня, кстати, было видео, которое называлось «Блогеры-манипуляторы», где я говорила о том, что, в принципе, человек и блогер, человек и блогер, это, видимо, разные понятия, ну, в общем, что мы можем по факту заставить любой продукт выглядеть плохо, и также любой продукт можно заставить выглядеть хорошо, зависит от целей и задач. Именно в этом, мне кажется, мастерство обзорщика, сказать, как этот продукт может сработать, как он не может сработать, как лучше его использовать, хотя иногда бывают такие продукты, которые ты ничего не делай, и все равно все будет плохо. «Было ли когда-то такое, что ты не отметил спонсированность видео?» Да, у меня было такое, причем было раза два или три, наверное, и только один раз из-за этих это было намеренно, но я потом изменила текст. Несколько раз у меня было, что я, например, ставила галочку, чтобы вылетало такое послание, что содержит рекламу, прямую рекламу, либо product placement. Раньше эта галочка тоже где-то была в творческой студии в YouTube, но если вы не YouTuber, то вы, наверное, не знаете, как это внутри все выглядит, но где-то месяцев 10, наверное, назад или даже год начались какие-то перестраивания на новый абсолютно формат вот этой творческой студии, где что было вообще непонятно, хотелось просто лечь, плакать и умирать от всего вот этого происходящего. Сейчас есть такая галочка, она прям в странице загрузки видео находится, что вы можете, во-первых, поставить, что у вас есть прямая реклама, это для самого YouTube нужно, и также вы можете поставить галочку, чтобы зрителям рассказать о том, что это видео содержит в себе прямую рекламу или product placement. Где-то последний, наверное, год я на все видео ставила эту галочку, видео, которые были сняты до этого, на них, вероятно, было такое, что написано было в инфобоксе, информация об отношениях с брендом, но не было вот этой надписи вылетающей, и я сейчас, насколько я помню, я сходила, как-то целый день потратила, сходила, проставила на все видео, если вдруг вы где-то увидите, что не вылетает эта надпись, но написано, что видео спонсировано, то напишите мне, пожалуйста, я это исправлю. По-моему, потом пару раз, по-моему, два раза у меня было, что я всегда копирую текст в видео из предыдущего, потому что у меня есть определенный шаблон, где там написано мой инстаграм, и я просто скопировала шаблоны, загружала там типовые серии поздно ночью, просто забыла дописать эту информацию, но я потом сразу же там вставала утром, все это дополнительно проверяла, просматривала и это добавляла, и один раз у меня было, я говорила об этом в эфирах, под запись, я, наверное, первый раз об этом говорю, что у меня был, конечно, у меня был такой период в моей блогерской карьере, которым я, скажем так, не горжусь, этот период, наверное, переживают абсолютно все блогеры, когда у тебя приходит очень много рекламных запросов, и ты просто начинаешь брать по максимуму, то есть прям откровенная гэ я, конечно, никогда не брала, но у меня был момент, когда у меня просто из десяти видео, там типа восемь были спонсированы, и когда мне начали писать вот эти комментарии, типа посмотри на себя, у тебя там все спонсировано, спонсировано, и у меня было видео, красимся, по-моему, тестерами с золотым яблоком, и я такая, ой, как же вы меня все достали, вообще все ужасно, и буду я поступать, при том, что я всегда писала, что это видео спонсировано до этого, и я повторюсь, я не горжусь этим, это плохо, и я приношу свои извинения за это первый раз, мне нужно, правда, сидеть без макияжа и в серой толстовке, чтобы приносить за это извинения, золотой яблоком, красимся тестерами, я не поставила рекламную отметку, что это видео спонсировано, написала, что оно не спонсированное, и, в общем, да, это было абсолютно неправильно, я не должна была этого делать, и это единственный раз, когда я осознанно это сделала, потому что на меня было вот это слишком большое давление, и вместо того, чтобы выстоять, я вот дала слабину, и, наверное, это был тот момент, когда я поняла, почему многие блогеры не прикрепляют то, что видео спонсированы, но в какой-то момент, когда я, знаете, немножко стряхнула с себя вот эту звездную пыль, но корона осталась на месте, корона всегда со мной, в общем, когда я стряхнулась немножечко, я стала прописывать просто все, не просто сноску там, типа видео спонсировано, потому что я все-таки считаю, что честность это ключ к людскому вообще общению, я за честность, я за справедливость, и я стараюсь говорить, повторюсь то, что я бы сказала в реальной жизни, и от людей, в принципе, я стараюсь ждать того же, и поэтому я поняла, что для меня проще не вот тем путем идти, что забить на все, не читать комментарии, и просто фигачить-фигачить видео, не прикреплять никакую рекламу, там ничего, просто делать вид, что этого нет, у меня очень сильная эмоциональная связь с моей аудиторией, с вами, я думаю, это большинство моей лояльно-активной аудитории знает, я знаю многих по никам, я со многими общаюсь в директ, я стараюсь ответить на максимум всего в директ, сейчас я, например, его вообще вычистила полностью, и я вижу запрос, если я не успеваю ответить, то я стараюсь лайкнуть там ваши сообщения, еще что-то, то есть для меня вот это взаимосвязь, это что за видео, пятичасовое будет, после четырехчасового эфира, для меня эта взаимосвязь очень важная, я не могу, точнее, я почувствовала себя тем блогером, вот в тот момент, вот этой, когда меня звездная болезнь настигла, я почувствовала себя тем блогером, который плювал вообще на все, который загрузил видео, и все, на этом отношении с этим видео закончено, ты не заходишь в комментарии, ты ничего не читаешь, либо потом там просто все там удаляешь, что тебе не нравится, и мне настолько некомфортно было в этой шкуре, и я достаточно быстро сменила курс, ну, кстати, то видео с золотым яблоком, там нужно было, там спонсировано, это было только в плане того, что мне нужно было рассказать про акцию, то есть мне не нужно было делать обзоры про продукты, ничего такого, я просто могла что-то пойти, там взять на обзор, грубо говоря, и снять все лицо первых впечатлений, и в него как бы интегрировать вот эту информацию, но я предпочла снять такое видео с тестерами, где там что-то со звуком полетело, но в целом оно получилось прикольно, и даже вилкой в глаз сняли на него смешное видео, мне кажется, что вилкой в глаз меня разлюбил, он меня никуда не вставляет, и видео про Гарри Поттера, где вилкой в глаз написал, что блогеры, которых я смотрю, как Гарри Поттер, и меня не было ни в одном кусочке, мне грустно, я очень люблю канал Вилки, ой, я прослезилась, у меня, наверное, ПМС, но я вам этого не говорила, потому что я не люблю всякие такие личные вещи обсуждать на канале, но только что на полмиллиона человек я это сказал, у меня кажется, четырехчасовой эфир что-то страшное сделало с моим мозгом, потому что все-таки, конечно, немножечко устаешь, когда четыре часа, и потом еще несколько часов снимаешь обзор и говоришь что-то не то, в общем, про что я начала говорить, про то, что, безусловно, да, был этот период, да, это было, я этим не горжусь, я приношу извинения всем и каждому, и это больше не повторится, главная отметка у меня сейчас есть, как в видео, в формате хэштег Ad Advertising, то есть, есть, графически показано, что это спонсировано, вылетает надпись, что видео содержит прямую рекламу или продакт-плейсмент, также это написано в инфобоксе внизу, в общем, у меня сегодня ночь просто откровений с вами. Были ли у тебя когда-то плохие, плохое какое-то взаимодействие с брендом? Ну, наверняка оно было, единственный, наверное, раз у меня был с пигментами какими-то, когда мне прислали их на обзор, я была не очень большим каналом, мне прислали их на обзор, они мне не понравились, и мне написали, что мы вынуждены вас попросить убрать данное видео, на что я ответила, что я вынуждена вам отказать. Были ли у тебя когда-то такое, что ты перенимал, грубо говоря, на себя мнение о продукте, другого человека? Ну, то есть, посмотрел про палетку, услышал, что она классная, и начал думать, что она классная. Раньше, когда в блоге не был моей основной работой, и мне не нужно было покупать, ну, просто вот все ради только обзоров, и я покупала просто там что-то для себя, грубо говоря, тогда возможно, но я всегда старалась смотреть положительные и негативные обзоры на один и тот же продукт, потому что, мне кажется, это в итоге может сформировать максимально такую объективную точку зрения. И мне кажется, у каждого зрителя YouTube есть блогер, с которым у человека максимально сходится эстетика, максимально одна и та же косметика нравится. Для меня такой блогер, например, Tati, у меня по многим продуктам сходятся с ней мнения, особенно, что касается тональных средств, каких-то хайлайтеров, ну, достаточно по большому количеству продуктов, потому что вот она, кстати, тот человек, который не боится сказать плохо про продукты, но там, Tati, с Джеффри Старом, со всеми этими нашими друзьями, такая заварушка на англоязычном YouTube, я даже лезть туда не хочу, я вообще не хочу просто свой мозг сейчас этим загружать, и дождусь новых серий драмы, которые там происходят, и свое мнение по этому поводу я пока не готова выражать, просто потому, что у нас в России и Беларуси происходят, ну, насколько я знаю, такие страшные вещи, которые, как мне кажется, намного важнее, и что лучше бы столько внимания и столько вопросов, сколько мне задавали про драму Джеффри Стар и Tati, лучше бы задавали этих вопросов по другим событиям, которые происходят в нашей с вами стране и в близлежащих братских государствах, потому что то, что у нас происходит, это, конечно, не очень хорошо. Просто, знаете, то, что происходит там у Тати, там у Джеффри Стара, вот у всей этой компашки, это, ну, просто долларовые миллионеры, у которых сотни миллионов долларов, и миллиардеры просто играются и дерутся друг с другом в публичном пространстве, это ни на мою, ни на вашу, ни на чью жизнь, в принципе, не имеет никакого эффекта. Но та страна, те города, в которых мы живем, те системы, где живем не только мы с вами, где живут наши родители, где живут наши бабушки и дедушки, где будут, возможно, жить наши дети, это влияет на нас с вами каждый день, и то, что происходит, то, что мы допускаем какие-то моменты, это влияет на нас, на нашу с вами жизнь. Поэтому мне хочется как-то пригласить максимум людей, выйти из чужих вот этих вот срачек, непонятных каких-то конфликтов, и взглянуть на нашу с вами реально жизнь, если вы живете, например, в России. Видео разговорного формата, без политики, у нас с вами, видимо, не проходят, равно как и стримы, поэтому мне приходится их постоянно сносить. Последний вопрос. Вещи других блогеров, которые вас нервируют. О, меня раздражает, когда не прикрепляют и не отмечают, что видео спонсировано, хотя всем очевидно, что оно спонсировано, и я хочу сказать блогерам, всем остальным, что, ребята, посмотрите мой пример, посмотрите, пожалуйста, что я прикрепляю, у меня на трех уровнях просто прикреплено, что видео спонсировано, по графической отметке, здесь она, наверное, получается, в графической отметке в самом видео, в всплывающей надписи, в инфобоксе внизу подробно расписано, каждый продукт расписан, и даже если товар один раз мне оплатили его участие в видео, и я показываю его в следующий раз в другом видео, то я отмечаю, что это экс-эт, то есть это было ранее спонсировано, но нынешнее размещение не спонсировано. Стало ли у меня меньше аудитории, стало ли у меня меньше лояльности? Мне кажется, что когда я абсолютно прозрачно в такого плана вопросах, стало больше доверия, стало больше лояльности, стало легче дышать, стало легче воспринимать всем абсолютно информацию. Если вы боитесь начать прикреплять это все, посмотрите, пожалуйста, на мой пример. я не рассказываю вам, своим людям, только те моменты, которые я не могу рассказать пока до определенного периода, потому что я ограничена контрактом, как, например, про коллаборацию МАК, я была ограничена контрактом, я просто, ну, не могла вам рассказать, хотя я хотела бежать просто и сразу вам кричать, что аааа, но это также приводит иногда к негативным вещам, что я иногда рассказываю слишком рано, и потом там что-то не случается, но я хочу сказать, что я вообще такого на Ютубе, я таких людей, как вы, не видела просто нигде ни на одном канале, я ни разу не видела такого плана видео, что я снимала распаковку своего первого браслета Кортье, и не было ни одного комментария про то, что я насосала, что мне кто-то подарил, что вообще не было негатива, но было, может быть, пять комментариев, там, из сотен комментариев, которые там были на тему того, что, типа, за что-то там заплатила, да я такой, там, типа, за 20 тысяч рублей куплю, а я такой на Алике за тысячу рублей видела, то есть их было вообще, ну, просто несоотносимо, и то есть, то есть блок для меня это взаимообмен, энергообмен, я стараюсь вас во всем поддержать, я стараюсь вам доносить максимально объективную информацию, и я стараюсь по максимуму сэкономить вам деньги, сказать, на какой продукт не стоит тратиться особо, да, какой лучше купить, чтобы он вам долгие там годы, ну, или там, хотя бы срок своей годности приносил вам удовольствие, но и вы очень много делаете для меня, не только то, что вы смотрите мой канал, и то, что вы меня поддерживаете там лайками, комментариями, а то, что вы отдаете обратно вот эту положительную энергию, и я всегда говорила, и я всегда уверена, что дружба познается нифига не в беде, потому что в беде очень просто людей поддерживать, но дружба познается именно в счастье, потому что порадоваться другого человека, особенно если у тебя все не так хорошо, как у этого человека, это безумно сложно, и я лично сама над собой очень долго работала, чтобы какие-то вот эти вот полузавистливые какие-то движения, чтобы их превратить в мотивацию для себя, и радоваться за человека, и не быть типом человека, что я хочу не то, что я хочу, чтобы у меня это было, вот таким человеком нужно быть, и нельзя быть человеком, что я хочу, чтобы у него этого не было, потому что это несет в себе яд, это просто вот очень отравляет всю вашу жизнь, все ваше понимание, все ваше бытие, только научившись радоваться за других людей, особенно если эти люди не просто на них с неба это упало, да, потому что для меня это немножко такое обесцененное что-то, да, а когда человек работал, сам заработал, сам к чему-то пришел, сам чего-то достиг, вот здесь порадоваться за другого человека, вы себе не представляете, как вам будет приятно, когда вы научитесь это делать, и еще меня раздражает в других блогерах, когда стараются усилением реакции дополнительно как бы усилить, простите за тавтологию, усилить действие или рекламу продукта, когда что-то не просто там крем, а что это вау, просто, ааа, смотрите, боже мой, он увлажнил мою кашу, ааа, о, вот это я не очень понимаю, я понимаю, что бывают просто суперэмоциональные люди, которые в принципе ярко выражают эмоции, но когда это что-то более ровное, как правило, подающее, и тут начинаются писки и визги, для меня это немножко не очень, когда стараются прорекламировать продукт, полив просто грязью какие-то продукты конкурентов или какие-то другие продукты, когда говорят, знаете, вот это говно полно, и причем там, знаете, чем больше мата, тем лучше, типа, а вот это супер, вообще няшка, и есть в голове у некоторых людей, что когда много негатива, особенно мата, людям кажется, что это очень честно, и некоторые блогеры на этом и строят вообще всю свою карьеру, и все свое, типа, обзорческую какую-то карьеру, но по факту это просто вот такое гипертрофированное усиление негативных характеристик конкурентного товара, даже посредственный продукт, который участвует в том же видео, и за счет акцентирования только плюсов этого продукта и непроговаривания негативных черт этого продукта, за счет этого создается впечатление, что человек очень честный, либо когда человек берет линейку продукта и что-то жестко засирает, а что-то жестко хвалит, Потому что у потребителя потом в голове может засесть, что все из этого продукта классно Что я помню, что очень много было чего-то классного, но что-то одно не очень Я не помню, что это, но, короче, куплю Мне это тоже кажется неким таким обманом потребителя Тогда, когда это делается прям вот специально, когда это заметно Поэтому, ребята, если человек орет матом про что-то и этим же матом что-то хвалит Это совершенно не значит, что это правда И что еще меня раздражает в других авторах Сразу скажу, что я никогда не пойду никаким другим авторам каналов писать Это свое очень важное мнение и так далее Меня раздражает в бьюти-блогинге, когда блогер делает обзор на косметику Но имеет минимум понятия о том, как она должна работать То есть, когда человек совсем не понимает то, о чем он снимает Но есть у некоторых людей вот эта иллюзия Что вот, это там соседская девчонка, типа моя подружка Она тоже там не профессионал, как и я И вот она там не профессионально, просто как обычный пользователь красится Ребята, все блогеры, которые снимают постоянно обзоры, постоянно снимают макияж Если ты каждый день тестируешь новую косметику Если ты каждый день выполняешь макияж на самом себе Постоянно, не то что там в офис быстренько за 5 минут ты накрасился, да А если ты каждый день покупаешь разные тени, разные карандаши, разные туши, все разное И постоянно это тестируешь и не можешь научиться краситься Не можешь понять, как делать формообразование, там глаз, губ Не можешь научиться То это не значит, что это соседская девчонка или соседский паренек Который пользуется как обычной косметикой Это значит, что это просто плохой профессионал Еще и, скорее всего, не обучаемый И знаете, логика для меня работает вот такая Когда приходят ребята, да, там Егор Андрюш, Налена Погребняк Там еще кто-то приходит в трэш-салоны И мастер начинает задвигать, что у меня такой опыт Я 15 лет работаю визажистом Или там к мастеру маникюра приходят, он там тоже Я 15 лет делаю Так ты 15 лет можешь постоянно учиться Постоянно пробовать что-то новое на себе, там в своей работе Либо ты можешь 15 лет делать одну и ту же херню Ты можешь 15 лет научиться делать вот так вот И все, и ты ни шаг вправо, ни шаг влево Поэтому я повторюсь, для меня те люди, которые долго занимаются чем-то определенным Любым видом деятельности, абсолютно любым видом деятельности И не могут начать это делать качественно Для меня это просто, ну, равно мастерам из трэш-салонов Которые просто не хотят учиться ничему новому Когда ты не хочешь учиться, когда ты не хочешь пробовать что-то новое Ты начинаешь плавно деградировать Поэтому для меня вот этот подход посмотреть там соседскую девчонку, да Которая там красится так же, как и я Он не работает, потому что это не соседская девчонка Это человек, который некачественно выполняет свою работу Посмотрите в качестве примера первые видео Ники Туториалс И то, что она вытворяет и творит сейчас на лице И насколько качество макияжа повысилось Вы каждый год можете, вы можете мой канал посмотреть Что я творила на себе там брови, вот это вот все Как оно было в самом начале и к чему там это все приходит Я не скажу, что я супер там мастер макияжа Я никогда не говорила, что я там супер-купер зашибись Все, но я пробую на себе все Даже то, что мне иногда не очень нравится И вы меня в том числе заставляете выходить периодически из зоны комфорта Говорят, что у тебя не розовые макияжи и все такое Для меня это тоже выход из зоны комфорта Потому что на своем лице ты привыкаешь видеть плюс-минус что-то одно Я попробую то так губы накрасить, то так брови сделать То по-другому, то по-третьему Постоянные эксперименты, постоянное обучение Постоянно видеть себя в новом образе Что может быть лучше, что может быть интереснее В этом вся соль, мне кажется, работы бьюти-блогера Безусловно, у каждого человека есть собственный взгляд на себя Поэтому некоторые техники макияжа, которые я делаю на себе Тоже не всем подходят Кто-то говорит, что мои макияжи там супер неносибельные И там, что вообще это все только для drag queen подходит Или там, что я себе рисую какие-нибудь рыжие щеки постоянно Но я себя вижу вот так И моя эстетика, например, макияжа на других, она совершенно другая Я умею и нюд делать, как мы тут недавно наблюдали И сейчас, в принципе, у меня, за исключением ресниц, очень нюдовый макияж Но ресницы, просто глаз на видео почти не видно без ресниц Поэтому я предпочитаю с ними Потому что у меня сейчас есть лишний вес У меня крупноватое лицо И если я глазенки не накрашу, то они вот такие вот маленькие будут А так они вот такие вот немножечко Я делаю такие яркие макияжи А как, блин, я должна показать вам, как работает палетка Если там 24 цвета Сделать одним бежевым оттенком Поэтому не забывайте, что YouTube это все-таки развлечение, общение Это чуть больше, чем просто косметика Как мне кажется Возможно, конечно, кто-то заходит просто, чтобы узнать мнение других людей о конкретном бренде Но мне все-таки кажется, среди тех, кто постоянно смотрит YouTube Это все-таки чуть больше, чем просто разговоры о косметике В общем-то, ребята, напишите, пожалуйста, внизу, что вы думаете по этому поводу Мне будет очень интересно почитать Если у вас есть дополнительные ко мне вопросы Можете, естественно, задавать их внизу Я надеюсь, что я никого не обидела этим видео Потому что обязательно кто-нибудь какие-то мои слова примет на свой счет Пожалуйста, имейте в виду, что это абсолютно не так И те образы, о которых я говорю Это собирательные образы И в основном англоязычного YouTube Потому что я обзоры какие-то, если и смотрю То смотрю, как правило, там в первые дни, когда только появляется палетка Но, как правило, я вообще не смотрю ничего Поэтому как-то базируюсь на общем таком знании и осознании блоков Поэтому, пожалуйста, никто не обижайтесь Ребята, спасибо вам еще раз огромное за просмотр Не забывайте поддержать видео лайком, комментарием Это безумно-безумно важно для дальнейшего развития этого канала И вы вносите в это просто огромный вклад Потому что он развивается и растет только благодаря вам Спасибо вам огромное за просмотр Третий, четвертый раз я это уже говорю Но ничего, еще раз вас поблагодарю Спасибо вам за просмотры, комментарии, лайки Не забывайте также подписываться на канал И мы с вами скоро увидимся До встречи и всем пока Муэ